Очень часто Абхазию сравнивают с Италией. Особенно тонко это чувствуют творческие люди. Так получилось и в этот раз. Природа и местный колорит, параллелей множество, но не образные, а географические. Почти итальянский пленэр с говорящим названием «Самшитовая роща» начал свою работу в Питсунде. Цель нашего пленэра всегда, наших пленэров всех, она всегда одна, чтобы помочь и детям, и педагогам немножечко вырасти, немножечко стать лучше и в профессиональной своей сфере, и в том числе и в вопросах коммуникации друг с другом. Юные художники, они очень интроверты, такие немножечко дети в себе, но когда они общаются, когда они обмениваются опытом, когда они смотрят, как работают дети из других школ, из других регионов, они моментально, вы не представляете, насколько они вырастают прямо здесь. Вот за эти несколько дней дети абсолютно изменятся и будут делать совершенно другие работы. Первый день. Запланировано лишь открытие пленэра, но юные художники не теряют времени зря, и многие из них уже успели запечатлеть природу Абхазии. Когда пересекли границу России-Абхазии, там сразу заметно, что природа уже в целом, как ощущение от страны другое, вот отличается, прям очень мне понравилось. И ты это сразу постарался перенести на пленэру, на лагу, на холл, покажи нам все. Это вот мы, как они, мимозы, или как они... Вот такой мимозы я никогда не видела. Интересно. И вот. Так варень? Да. Проект организован Международным союзом педагогов-художников. В нем приняли участие 270 педагогов изобразительного искусства и их ученики из разных регионов России и нашей республики. А проводить для них мастер-классы будут абхазские художники. Новые горизонты, друзья, знакомство с местным колоритом, историческими и национальными особенностями, культурой и природными красотами, вдохновение для творчества и свежих идей. Я уже здесь бывала, и теперь вот повезло с детьми все-таки приехать с учениками. Хотим познакомиться с многими детьми и взрослыми художниками, конечно, поинтересоваться творчеством ваших художников, потому что будут мастер-классы, и надеемся, что это все нам оставит самые прекрасные впечатления. Творческое развитие невозможно без обмена опытом в области изобразительного искусства, считает и основательница художественных студий «Артспейс» Салима Герзмава. У юной талантливой художницы уже почти сотня учеников. Многие из них изъявили желание принять участие в этом пленэре. Мы являемся одним из членов Союза художников. Мы приглашены как гости. «Артпленэр» пройдет с 19 по 25 число. Здесь будут участвовать наши ученики. Они будут участвовать совместно с учениками из России. Они поделятся своим опытом, получат много знаний. Мы надеемся, что им это понравится. И здесь, в Абхазии, мы тоже будем проводить подобные мероприятия. Как правило, художники трудятся над картиной месяцами, а то и годами. Но жанр пленэра предполагает быструю работу. Пейзажи Абхазии – уникальная возможность перенести эти красоты на холст и получить эстетическое удовольствие. Да, появляется особый колорит в работах, нотки, состояние. Потому что у вас такая республика солнечная. Думаю, дождь пройдет, закончится, и будет очень много солнца в наших творческих работах. Участники пленэра – заслуженные художники Абхазии и России. Основная цель – обмен опытом. Планировалось, что большая часть мастер-классов будет проходить на природе. Погода немного подвела, но художники не отчаиваются. Мы будем стараться проводить пленэр под крышами, либо, допустим, в открытых галереях, или вот здесь, в галерее даже пансионата, сидя здесь и глядя в огромные окна, можно увидеть много интересного. В этом и есть задача главного художника – увидеть интересное там, где обычному человеку кажется, что это просто обыденная какая-то картинка. В рамках данного пленэра будут проходить два конкурса – пейзажные живописи и графики. Один в Новом Афоне, другой в Рицинском национальном заповеднике. Лучшие работы будут выставлены в Москве, а затем выставка станет передвижной и объедет регионы России.